Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы поговорим о самом мощном игровом планшете современности. Да, я о новеньком игровом монстре от Nubia, а именно о Nubia Red Magic Pad. Планшет получит невероятно шустрый экран, мощное топовое железо, крутой звук, много памяти и самое главное гуманную цену. А знаете, ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику с Алиэкспресс и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная. Все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Что ж, ребят, нежданно-негаданно компания Nubia запланировала на 10 мая большую презентацию для геймеров. На ней будет представлен новый игровой монитор, куча полезной геймерской периферии и самое главное секретный топовый девайс. Им станет новенький Nubia Red Magic Pad. Не исключаю, что прям в день презентации название девайса немного изменится, но сути это не меняет. Это будет самый мощный андроид-планшет на рынке и знаете, что в нем будет? Да-да-да, активная система охлаждения. В смартфонах она зарекомендовала себя на отлично. Нубия применяет ее в игровых топах уже довольно давно, попутно замиксовав ее в общем стиле с RGB-подсветочкой. Недавно, кстати, у меня на канале вышел обзор их последнего хита Nubia Red Magic 8 Pro. Откровенно говоря, смартфон меня поразил как своей мощностью, так и футуристичным внешним видом. Как по мне, один из самых красивых игровых смартфонов современности. Ему бы еще экранчик на 165 Гц, а не 120, и был бы вообще убер-жир, хотя справедливости ради, симметричные рамки в строго прямоугольном дисплее смотрятся очень эффектно. Да и вообще, вживую он выглядит еще круче. Надеюсь, планшет ребята из Nubia тоже выпустят в аналогичном дизайне. Нет, они просто обязаны это сделать. Прозрачная крышка на здоровенном планшете будет выглядеть прикольно. А как вы считаете, ребят, как вам вообще в целом подобный необычный дизайн? Баловство или киллер фича? Обязательно жду ваше мнение в комментариях под этим видео. Кстати, кому интересно, я свою Nubia заказывал не на Алике, а в местном магазине. Да, они уже благо продаются у нас в стране, так что ссылочку, где я покупал во избежание дополнительных вопросов в комментариях, я оставлю в описании под этим видео. Как в принципе и на многие другие годные смартфончики, что найду. Надеюсь, окажутся полезными. Так вот, ребят, с дизайном, конечно же, пока что темный лес. Я очень надеюсь на прозрачную версию в духе Red Magic 8 Pro, буду брать именно ее. Но в целом, думаю, в этом плане мэджики не подведут. А вот по железу есть вообще все, что только может нас интересовать. Ну и начнем по порядочку. Что по железу, спросите вы? Да пожалуйста, сердцем нашего сегодняшнего героя станет топовый, флагманский, восьмиядерный, 64-битный чип от компании Qualcomm. А именно Snapdragon 8 Gen 2. Не исключаю, что в своей разогнутой до 3,36 ГГц версии. За графику будет отвечать Adreno 740. Что ж, добимо оперативной памяти, то она будет стартовать с восьми и до двенадцати гигабайт. Накопитель же на данный момент известен только в одной вариации на 256 ГГц, но, думаю, будет и терабайтник. Такому зверю он бы точно не помешал. Ну и как вы поняли, так же машинка получит и активную систему охлаждения. Но при условии, что планшеты и так обычно троттлят довольно редко, я думаю, ноби удастся достигнуть, благодаря активной системе охлаждения, максимальных показателей стабильности. Что, как по мне, немаловажно для продолжительных игровых сессий. Кстати, есть утечка, что новый планшет будет набирать под 1 миллион 400 тысяч очков в Антуту. Цифры уже, конечно, вообще какие-то космические, но ребята на смартфоне спокойно выжимают под 1 миллион 350 тысяч, так что, думаю, до 1 миллиона 400 тысяч они дотянуть должны. Но опять же, это скорее для эксклюзивно разогнанной версии драконьего чипа. Ну и как вы поняли, Nubi Red Magic Pad станет самым мощным андроид-планшетом в мире. Далее идет вторая киллер-фича, это заявленная автономность. Планшет должен получить две банки от Red Magic 8 Pro, то бишь аккумулятор тут обещают на 12 тысяч миллиампер часов. Это тоже один из рекорднейших показателей в классе. Но стоит отдать должное, тут будет более крупная, чем в смартфоне система активного охлаждения, с большим расходом, и все равно планшет, я считаю, должен жить долго. Следующий топ-оммент это экран, говорится о 2.8K матрице, выполненной по технологии AMOLED с частотой обновления в 144 Гц. Частота тача пока что не раскрыта, а вот диагональ должна быть внушительной на 12,4 дюйма. Действительно крупный и крутой игровой дисплей, как по мне самое то, как для контента, так и для игр. Что по камерам, то вот тут инфы нет, но не думаю, что они будут прям сильной стороной. Во-первых, девайс игровой, во-вторых, это планшет. Но говорится, что особый упор будет на фронталке, а вот это как раз таки будет плюсом для стримов. Если это действительно так, то снова в точку. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, фирменную оболочку Magic UI, адаптированную для планшета на базе свежего 13-го андроида. Четыре мощных динамика, а также специально выделенный чип P2, который будет контролировать различные параметры, важные для геймеров. Там виброотклик, отзывчивость экрана нажатия, звуковые эффекты и тому подобное. Что до ценников, то тут, ребят, пока что есть такая информация, но ближе к релизу она может немного измениться. За солидную базу на 8.256 производитель запросит от 499 баксов до 599, плюс, конечно же, наценки магазинов. Но опять же, для планшета такого уровня, с таким железом и возможностями, очень и очень крутой прайс. На этом, думаю, все. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok